Вы это озвучите? Скажите, что у меня работа моя принимает только электронную помощь? В коридоре метр на метр вынуждены толпиться красноярцы только чтобы попасть на прием к врачу. Кто-то из них абсолютно здоров, кто-то подхватил простуду, а кто-то может быть заражен коронавирусом. Но все они в одном помещении без малейшего намека на социальную дистанцию. И это лишь малая часть желающих пройти осмотр. На улице вынуждены мерзнуть еще несколько десятков человек. Ульяна пришла в поликлинику номер один в Северном к девяти утра, но даже спустя два часа девушке не удалось попасть на прием. Часа два уже точно стоим. Вы к врачу на запись? Да, к врачу на первичный прием. А у вас признаки температуры, каши? У меня температуры нет, у меня не чувствую запахов и вкуса. Со вчерашнего вечера сегодня утром позвонила в скорую и в Роспотребнадзор. Мне сказали, так как температуры нет, идти в поликлинику по месту жительства. Вот стою в пуховике, я уже замерзла. По-моему, скоро температура будет. А внутрь я смотрю, там селедки в бочке, еще что-то подхватить, конечно, не хочется. Не хочется ничего подхватить и пациентам поликлиники на Воронова. Но мужчины и женщины с температурами тоже вынуждены ютиться в коридоре медучреждения. Кто-то на стульях, а кто-то на бетонной лестнице. Очевидцы рассказывают, что в кабинете люди сидят по 10-20 минут. Поэтому и скапливается такая большая очередь, которую руководство даже не пытается ликвидировать. Никаких мер по всей этой ситуации заведующая не принимает. Народ с температурой просто на лестнице. Кабинет в полуподвальном помещении. Здесь довольно-таки прохладно. Люди ждут очередь по 3-4 часа. Но это вообще, конечно, издевательство над народом. Это вот столько народа в поликлинике, в один кабинет. И подобных видео в редакцию новостей ТВК поступило несколько. Все из разных точек города. И даже за его пределами. Так в Железногорске скопилась очередь, которую было видно из окон соседних домов. Все потому, что до скорой дозвониться невозможно. А лечиться все же нужно. Вот и приходится ждать в условиях полного несоблюдения мер безопасности. В Краевом Минздраве тоже обратили внимание на сложную ситуацию. Там сообщили, что даже несмотря на то, что сейчас действуют специальные ковидные линии, а врачи работают без выходных, поток пациентов увеличился в разы. Именно поэтому в ведомстве рассказали о том, как планируют решать проблему. Принято решение об увеличении штата сотрудников линии и запуске опций, которая позволяет принять от пациентов данные и оперативно занести их в регистр поликлиники. Таким образом, на сегодняшний день операторы колл-центра могут не только консультировать о порядке действий в случае заражения коронавирусной инфекцией, но и принимать обращения граждан, направляя их данные в лечебные учреждения. Это позволит тем, кто не смог вызвать врача на дом, передать свои данные специалисту горячей линии и дождаться обратной связи от поликлиники. Правда, осталось дождаться, пока такая система начнет работать и работать без перебоев. Ведь в первую волну Краевой Минздрав подобных мер не принимал. Не значит ли это, что сейчас обстановка в регионе опасней, чем была весной? Полина Михальчук, Александр Карпов, Сергей Токарев, Новости ТВК.